Сегодня у нас план такой, мы сначала рассмотрим тождество Ворда, поскольку это все-таки достаточно важная вещь такая и фундаментальная, она не только в КЭТ важна, но и в других калибровочных теориях. После этого посчитаем вклад в аномальный магнитный момент электрона. Швингеровский вклад, вот этот альфа на 2 пивом, про него на лекции говорили, а мы его посчитаем. Давайте первое начнем. Первая задача. Первая задача. Сформулируем ее так. Показать из той же створда, что Z1 равно Z2. Это первая, а вторая, это вторая часть, это, собственно, продемонстрировать выполнение этого тождества на 1 петлевом уровне. Если я сначала напишу общее выражение для тождества Ворда, оно такое довольно громоздкое, сложное, а потом мы его конкретно продемонстрируем на определенном примере. И, в общем-то, из этого примера будет и понятно, как оно доказывается и в общем случае. Значит, как формулируется это тождество? Вот, допустим, у нас есть тождество Ворда. Я вам настоятельно советую после сегодняшнего семинара прочитать про него, ну, хотя бы как минимум в Пескине, в седьмой главе прочитайте, там параграф 7.4, если не ошибаюсь, как оно формулируется. Вот, допустим, у нас есть некая диаграмма, в которую входит N фермионных концов и выходит N фермионных концов. Вот это у меня P1, P2, Pn, а это Q1, Q2, Qn. Это некая диаграмма. Число фермионных входящих линий должно совпадать с числом выходящих линий, да? То есть вот это все одна линия какая-то внутри, там где-то, одна, вторая, там и так далее. Вот. Так вот, если мы теперь возьмем и рассмотрим другие диаграммы, которые получаются из этой путем присоединения одного фотона всеми возможными способами к электронным линиям, да? У меня есть электронная линия, я всеми возможными способами прицепляю еще один фотон. То есть сумма по всем способам прицепления. То есть прицепил этот фотон, то есть это получилась уже новая диаграмма, да? А здесь сумма по всем таким новым диаграммам, полученным из первоначальной. и сворачиваю с импульсом Камьюн, импульсом этого фотона. Тогда вот это вот такое чудище будет равно следующему выражению. Это есть Е0, заряд электрона. А здесь стоит та же самая исходная диаграмма до прицепления. Та же самая диаграмма. То есть я ее так же и сообразую сейчас. Давайте так напишу. Сумма. Сейчас скажу почему. Здесь стоит та же самая исходная диаграмма. Вот она у меня содержала три каких-то фотонов первоначальных и N электронных линий. Здесь у меня стоит импульс Q1, а здесь стоит импульс QI. А вот раньше здесь стоял просто импульс QI, а теперь стал импульс QI минус K. Минус K. Здесь вот PI этой электронной линии. Такой вклад есть. И со знаком минус та же самая, опять же, диаграмма первоначальная. ПИТ плюс K. А вот здесь QI. Вот эта вот Итая линия. И по всем возможным И, которые у меня есть, да, то есть сколько у меня фермионных линий, я должен просуммировать. То есть вот такое диаграммное тождество. Вот это общее, как бы, тождество, общее тождество Орда, из которого мы можем заключить следующее. Вот это написано для какой-то одной выделенной диаграммы, да, одна выделенная диаграмма. Вот эта диаграмма, это она же, и здесь она же со всеми возможными прицеплениями. А теперь, если я просуммирую по всем возможным диаграммам для данной амплитуды, вот у меня амплитуда, которая содержит N входящих фермионных, N выходящих фермионных линий, и в данном случае три фотонных линии. Если я теперь по всем диаграммам просуммирую, то я слева получу КМЮ на ИМЮ. Это полная амплитуда процесса с одним лишним фотоном. П1, ПН, К1, КН. А справа, если я суммирую по всем возможным диаграммам, я получаю Е0 на амплитуду Е0. Здесь стоит П1, ПН, сумма ПАИ, К1, КИ-К, КН-ИМ0, П1, ПИ+, К, ПН, К1, КН. И скобка большая закрылась. Вот такое следствие получилось. То есть здесь несколько более общего утверждения. Оно справедливо для одной конкретной диаграммы, просуммированной по всем точкам присоединения фотонов. А если теперь по всем диаграммам просуммировать, то это уже будет соотношение на амплитуды. И вот в чем состоит свойство нашей калибровочной вариантности, как мы говорили. То есть если теперь в этих амплитудах все импульсы положить на массовую поверхность, вот здесь я это не предполагаю. То есть вообще говоря, это соотношение диаграммное, это соотношение на функции Грина. То есть они на амплитуды. Амплитуды отличаются от функции Грина тем, что у вас есть, что у вас все импульсы в амплитуде на массовой поверхности находятся. Если теперь положить все импульсы на массовую поверхность, есть стандартная процедура, как из функции Грина получать амплитуды, так называемая редукционная формула Лемона-Семантика-Циммермана, то вся правая часть, поскольку она содержит только один одночастичный полюс вместо двух, вся правая часть, она при помещении импульсов на массовую поверхность, она вылетает за счет того, что вот этот импульс, он уже не на массовой поверхности. Не на массовой поверхности, поэтому будучи домноженным на обратный пропагатор из этой формулы, мы получим ноль. То есть обычное свойство калибровочной инвариантности, оно следует из вот этого диаграммного тождества. То есть вот это диаграммное тождество, оно как бы основное, это некая основа. Мы его с вами продемонстрируем Мы его конкретно продемонстрируем И заодно вспомним Это у вас на лекциях как бы было Как доказывается, что Z1 равно Z2 Нам это сегодня во второй задаче будет нужно Но прежде чем это делать Давайте еще несколько Я немного поговорю сейчас вначале Чтобы вы заодно проснулись И вспомнили с лекции определенный материал Который нам нужен будет Давайте еще несколько определений Еще вспомним определение 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 констант Констант перенормировки Давайте начнем с электронной линии Вот смотрите, как это обычно делается Мы рассматриваем так называемые Одночастично неприводимые диаграммы То есть те, которые нельзя разделить на две Разрезанием одной линии Это есть что такое? Это есть вот такая диаграмма В однопетлевом приближении В двухпетлевом приближении Здесь есть такая и такая диаграмма А вот такой нету Потому что это можно пополам разрезать Плюс и так далее Все эти диаграммы Они, как обычно в теории поля Они содержат в себе расходимости Которые нужно должным образом регуляризовывать То есть они расходящиеся И мы их подразумеваем как-то регуляризованными Например, эпсилон регуляризации Размерностной или еще как-то Весь этот ряд Обозначают минус и сигма от П Где П это импульс, который втекает в эту диаграмму В однопетлевом приближении Вот этот оператор Он у вас на лекции был И мы его на следующем семестре будем Много раз считать То есть это класс одночастично неприводимых диаграмм Тогда полный пропагатор Полный пропагатор электрона Это что такое? Это есть голый пропагатор Я вот так вот буду обозначать Что это не просто свободные концы А пропагатор То есть это И делить на П-М Плюс дальше Один одночастично неприводимый блок То есть это что такое? Давайте напишем Это есть И делить на П-М Это вот эта линия Дальше здесь одночастично неприводимый блок Мы его обозначили минус И сигма от П А вот здесь снова пропагатор Я его снова пишу И на П-М Плюс и так далее То есть когда я вставляю Два одночастично неприводимых блока А все вот это пропагаторы Это все пропагаторы И этот, и этот Плюс и так далее Вот здесь вот масса стоит Затравочная масса То есть та масса, которая первоначально в Лагранжиане у нас сидит И как вам показывали на лекциях Это что такое? Это геометрическая прогрессия Правильно? Обычная геометрическая прогрессия Которую можно просуммировать Если вы знаете вот этот базовый одночастично неприводимый блок Это есть И делить на П-М0 И минус сигма от П Минус сигма от П Вот такое выражение Что нам еще нужно будет? Что такое физическая масса? Наблюдаемая масса? Вот это затравочная масса У нас есть физическая масса Это есть полюс Полюс точного пропагатора То есть физическая масса определяется как полюс точного пропагатора То есть она является решением уравнения Минус сигма от П При П равняется М равно нулю То есть вот такое уравнение Это есть определение Определение физической массы И она конечная В отличие от всех этих объектов, которые здесь введены, M0 – это затравочный параметр, реально он бесконечен. То есть он содержит такие же расходимости, как и вот эта σ от P. А M – это уже физическая масса, и она конечна. Что у нас стоит в пропагаторе, в знаменателе пропагатора? Стоит P минус M0 минус σ от P. Давайте это перепишем как P, минус M и плюс M напишу. Минус M0, напишу минус σ от M и плюс σ от M, минус σ от P. Тогда вот эти слагаемые, это, это и это, они у меня уходят, правильно, в силу определения физической массы. Они у меня уходят. А вот это выражение, вот оставшееся выражение, при P близких к M, то есть когда вы находитесь вблизи массовой поверхности, вы можете просто в обычный ряд тейлора разложить, правильно, вот эту штуку. То есть я напишу, если у вас P не близко к M, то просто в таком виде это сюда подставляем, и оно в таком виде здесь и сидит. А если P близко к M, то есть P приблизительно M, то я могу в ряд тейлора это разложить, и здесь останется что? P минус M умножить на 1 минус σ' производная, от σ в точке M. И это все сидит в знаменателе пропагатора. В знаменателе пропагатора. Поэтому вводят такую величину, ее называют Z2. Это есть, вот это все у нас в знаменателе пропагатора. Ну вот мы ее и напишем в знаменателе 1 минус σ' от M. Ее называют константой перенормировки электронного поля. Тогда вблизи массовой поверхности мой точный пропагатор, это есть что такое? Вблизи массовой поверхности, когда P примерно M. Это есть I поделить на P минус M, как будто бы это обычный свободный пропагатор, только с физической уже массой, а не затравочной. Но возникает множитель числителей вот этой штуки Z2. Множитель Z2. Он вообще говоря бесконечный, то есть он в себе содержит расходящиеся слагаемые. Откуда они идут? Они из σ идут, вот из этих диаграмм они идут. То есть вблизи массовой поверхности можно вот так это написать. То есть вот так мы вводим Z2. Что такое Z2? Говорили про Z2. Следующее. Что у нас еще есть? Это константа Z2. Константа Z3. Мы про нее уже говорили. Давайте так, для полноты тоже еще раз это напишем. Да. Очень много. M минус M0 минус сигма от M. Вот это? Да. Минус M0. А потому что мы с вами определили физическую массу из вот этого уравнения. То есть M минус M0 минус сигма от M равняется нулю. Это что такое? Это зануление отвечает тому, что в физической массе у вас имеется полюс точного пропагатора. То есть на физические массы можно смотреть несколько по-другому, если отвлечь от их инерционных всяких свойств. Что это есть полюса точных пропагаторов. То есть это некое такое общее свойство того, что такое физическая масса. Вот. Z2 ввели. Дальше. По аналогии. Значит, мы с вами уже рассмотрели вот такую одночатично неприводимую диаграмму. Это есть что такое? Это есть в однопетлевом приближении вот такая петля. Мы ее с вами посчитали. Сюда втекает импульс Q. В двухпетлевом приближении здесь уже будет побольше всяких слагаемых. Ну, например, одна из амплитуд вот такая будет. Есть вот такие амплитуды. Плюс и так далее. Плюс и так далее. И все вот эти одночатично неприводимые диаграммы мы обозначали и P-menu. Это me, это neo. P-menu от Q. И опять же, исходя из вот того же стаорда, которое слева написано, мы можем сказать, что эта структура, она поперечна. Вот эта штука, она поперечна. Вот если я рассматриваю обычную феймановскую калибровку, где у меня нету никаких внешних векторов в калибровке, то эту поперечную структуру я могу выделить прямо руками. Надо точно писать, что это G-menu на Q-квадрате минус Q-menu умножить на P-menu в квадрате. То есть все наши вычисления мы свели вот на прошлом и позапрошлом семинаре к скалярной функции. Тогда точный пропагатор, давайте я его обозначу P-menu на Q. Точный пропагатор. Это есть что такое? Это есть в главном приближении, это есть просто обычный фотонный пропагатор. Обычный фотонный пропагатор. Давайте я его вот так вот запишу. Это есть минус I, G-menu перпендикулярное, поделить на Q-квадрате плюс 0, плюс продольная часть. G-menu перпендикулярное, это есть что такое? Это есть G-menu перпендикулярное, это есть G-menu минус Q-menu на Q-квадрате. То есть это тензор перпендикулярный Q-menu. Дальше, прибавить. Прибавить все то же самое, как с фотонным пропагатором. Здесь одна одночастично неприводимая вставка плюс две одночастично неприводимые вставки. Где каждая из вот этих линий, это все пропагатор. Например, вот это есть минус I, G-menu, G-menu альфа перпендикулярное на Q-квадрате умножить на I-P-альфа-бета умножить на G-бета-ню перпендикулярное поделить на Q-квадрате плюс и 0. И видно, что поскольку здесь содержится только G-menu поперечное, то все наше выражение, опять же суммируясь в геометрическую прогрессию, дает нам минус G-menu перпендикулярное поделить на Q-квадрате. А здесь знаменательная прогрессия, это 1-P, 1-P от Q-квадрате. А с продольным ничего не происходит, то есть продольная часть, она, как говорят, не перенормируется. То есть продольная часть пропагатора, она не перенормируется. Поперечная часть перенормировалась, вот такой множитель приобрела, а продольная не перенормировалась. И тогда мы вводим константу, по определению вводим константу Z3, Z3, это что такое? Это единица 1-P от нуля. И мы с вами на прошлом семинаре показывали, что именно эта константа, она ответственна за изменение физического заряда. То есть физический заряд, который E-квадрат на 4P, 1,137, это и есть затравочный заряд умножить на что? На корень из Z3, на корень из Z3, да, Z3. То есть та расходимость, которая была Z3, та расходимость, которая сидела в затравочном заряде, они сократились и дали физически наблюдаемую величину E. То есть вот так мы ввели третью константу перенормировки, Z3. И у нас есть еще константа перенормировки Z1, она нам сегодня будет особенно важна. Давайте ее, вот это тождество, она нам не нужна будет сегодня, будем с диаграммами работать. Третья константа связанная с вершинной функцией. Вот у нас есть некая вершинная функция, P'P, вот такая функция. Что здесь такое написано? Здесь все концы ампутированы, все концы ампутированы. Ну, в том же смысле, что я там рассматривал частично неприводимые диаграммы. То есть нельзя разрезать по внешним линиям так, что диаграмма разделится на две нетривиальных. То есть, например, во множестве вот этих диаграмм нет вот таких вот, да, потому что их можно разрезать. И это будет поправка к внешней линии, это будет вот то, что мы в первом пункте рассматривали. То есть все концы здесь ампутированы, ампутированная диаграмма, ампутированная. А для внешних вот этих концов, P'P, у меня здесь не стоит спиноров, да, то есть никаких спиноров здесь не стоит. И P'P, вообще говоря, я не предполагаю, что они на массовой поверхности лежат. То есть они так же, как и вот здесь, вот везде у меня импульсы были произвольные, поскольку я здесь функции Грина смотрел, так и там у меня я рассматриваю функции Грина. То есть здесь у меня концы не на массовой поверхности лежат. И вот эту величину я обозначаю минус ИЕ0, затравочный заряд, на гамма-мю. Гамма-мю от P'P. От P'P. Как мы ее считаем? Мы ее опять считаем из обычных наш диаграмм. То есть главный вклад у нас идет в Ворновском приближении такой, да. Следующий вклад у нас, вот мы во второй задаче будем как раз его смотреть. Вот такой вот будет и так далее. И так далее. Главное, что они все должны быть, эти диаграммы, ампутированные, то есть такого одночастично неприводимого типа. То есть, например, вот таких диаграмм там не будет, вот такого типа, да, чтобы поправка была здесь, потому что ее можно разрезать, эту линию. Это наша вершинная функция. И как вводится константа перенормировки Z1? Мы говорим, что давайте рассмотрим случай, когда передача, вот это Q, передача Q равно P' минус P. Когда вот эта передача Q стремится к нулю. Тогда гамма мю от P' п, это опять же величина, вообще говоря, расходящаяся, потому что здесь содержатся расходимости. Вот эти расходимости мы запихиваем в константу перенормировки Z1. Это есть по определению Z1 минус 1 умножить на гамма мю. На гамма мю. То есть, условия перенормировки у меня вот так вот здесь записываются. И фактически можно считать это определением константы Z1 минус 1. То есть, все расходимости ультрафиолетовой вот этой диаграммы, ультрафиолетовая расходимость, они запрятаны в константе перенормировки Z1. И с этими расходимостями мы сегодня будем иметь дело во второй задаче. Так вот, замечательное свойство состоит в том, что Z1 равно Z2. В этом нам надо с вами сейчас убедиться. Давайте в этом убедимся следующим образом. Сейчас кто-нибудь из вас к доске пойдет. Мы рассмотрим сначала абстрактно вот это тождество орда, а потом на борновском и на однопетлевом уровне прямо явно его проверим. Прямо явно убедимся, что оно имеет место. Ну, это будет неким полезным упражнением, которое вас как-то убедит в том, что оно справедливо, а заодно в нем и будет видно, как его доказывать, это тождество. Потому что техника доказательства, она будет видна уже на однопетлевом уровне. Ну, давайте. Значит, что нам нужно сделать? Давайте с вами рассмотрим некий класс диаграмм. В качестве класса диаграмм давайте рассмотрим наш точный пропагатор электрона. Вот у нас есть точный электронный пропагатор. Мы знаем, какие сюда обходят диаграммы, все диаграммы эти знаем. И давайте попробуем для него написать вот это тождество. Посмотрим, к чему оно приведет. Сначала просто абстрактно берем это тождество, подставляем и поглядим, а потом его проверим на однопетлевом уровне. Давайте, да, с кем-то, кто хочет. Кто с лекцией это не понял? Ну, если это, наверное, материал во многом был на лекциях, вот, по крайней мере, вот эта часть, которую мы сейчас будем делать, а на однопетлевом уровне не было. Ну, вот, кто хочет, да, с кем-то, давайте. Сначала просто давайте запишем вот это соотношение. То есть у нас здесь одна, да, то есть мы берем здесь сумму, да, сумму по всем точкам вставки, все точки вставки, все точки вставки. То есть мы что делаем? Мы к исходной диаграмме прицепляем, прицепляем один, один фотон сюда, прицепляем, ну, давайте его импульс входящий обозначим K, K, ага, вот по этому индексу мы свернем, да, то есть здесь вот индекс мю свободный, и по нему мы свернем с импульсом. Этот импульс у нас P пусть будет, P тогда вытекает у нас P, ну, вот этот втек, значит, здесь будет P плюс K, да, P плюс K. И это должно быть, исходя из нашего тождества, это должно быть равно E0, да, здесь стоит сумма, вот из этой суммы, сумма пробегает, смотрите, сколько значений, от 1 до N, то есть столько, сколько у нас электронных линий, у нас их сколько? Немножко. Одна, да, поэтому можно сумму и не рисовать, да, то есть будет только одно слагаемое в этой сумме. Ну, вот здесь вот, ну, нарисуйте, потом мы ее идентифицируем, что-то такое. То есть вот такая диаграмма, да, значит, здесь течет что? Смотрите, как легко, как легко понять. Вот этот импульс K, мы его сначала прижимаем к верхней линии, и он со знаком минус тогда идет, потому что стрелка в противоположную сторону, а потом к нижней линии идет со знаком плюс, потому что стрелка, стрелки в одинаковую сторону, да, то есть здесь у нас будет P. Ну, вот я должен из... А, P-K. Да, то есть будет просто... А, P-K, P-K. Вот у вас было P плюс K, и вы вычли K, осталось P, правильно? Осталось P. Вот, это первая диаграмма, да? Она тоже, вот так вот давайте заштрихуем, я штрихую точные пропагаторы, одночастично неприводимые не штрихую. Ну, я так. Здесь мы теперь прижимаем его к низу, да? Здесь было P плюс K, а здесь P плюс K, да, правильно? И тоже штрихов, да. Вот. Это кто у нас такой здесь возник? Это что такое? Просто линия пропагатора. Это наш точный пропагатор, мы его обозначали S от P, да? То есть вот эту правую часть можем записать, равно E0, да? E0. Здесь стоит S от P, да? Просто так их пока и напишем, S от P, да? Вот, отлично. С правой частью разобрались, да? То есть вот здесь стоит утверждение нашей теоремы. Теперь, что такое левая часть? Давайте внимательно подумаем. Вот смотрите, вы взяли исходный набор вот этих диаграмм, и начали к ним прицеплять всевозможным способом, прицеплять свою фотонную вершину. Например, вот для этой диаграммы вы прицепили сюда ее, да? Сюда. То, что вы получили, обратите внимание, это есть борновский вклад в вершину гамма, правильно? Для второй диаграммы вы ее можете тремя способами прицепить. Можете прицепить сюда, можете сюда, можете сюда, правильно? Для третьей диаграммы вы можете прицепить сюда, 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 сюда. Вот если вы теперь прицепили ее к самой левой вершине, к самой левой вершине, то, то есть рассматриваю эту диаграмму, здесь эту с прицепленным концом сюда, да, и так далее, то весь ряд, который вы суммируете, что он вам дает? Что такое будет? Вот это, это будет борновская вершина, правильно? Это гамма-ми борновская, да? А все остальное, весь остальной ряд справа мне даст, что? Даст S от P, правильно? Отлично, с этим разобрались. Аналогично, если вы прицепляете ее слева, слева, то у вас тоже весь ряд просуммировался и дал вам то, что надо. Теперь, если вы цепляете посередине, да, куда-то вот сюда ваш фотон, куда-то сюда цепляете, да? Например, я вот во все диаграммы в первую, прицепил в первый кружок, да, то снова что мы видим? Вот эта штука, вот эта штука, это есть не что иное, как первая поправка, правильно? Просто перевернутая, диаграмма перевернутая. А весь ряд просуммируется во что? Вот я беру этот член, дальше вот этот член, следующий и так далее. То что-то такое будет. Снова, да, снова умножится на S от P, правильно? Снова на S от P умножится. Поэтому, вот попробуйте догадаться, вот все вместе, то, что у нас здесь стоит, что такое будет? То есть как это можно записать? Вот когда вы по всем, просуммируете по всем точкам вставки с одной стороны, а с другой стороны просуммируете по всем вот этим членам ряда, что у вас останется? Ну, напишите, напишите, давайте. Ну, у нас получается, одна часть тут это вот, то, что вы говорили, борновская гамма. Угу. Ну, вот у нас, смотрите, у нас собралась борновская, и слева и справа у нее будут, слева и справа у нее будут члены, отвечающие S от P плюс K и S от P. когда я сюда буду цеплять, у меня будет первая поправка, да, вот эта поправка, да, и слева и справа снова у меня соберутся тут точные пропагаторы, верно? Согласны? Мы ее записываем, как у нас? Это есть P-штрих, конечный импульс, начальный импульс, да, то есть P-штрих P, да. В данном случае у нас... Угу. Вот этот пропагатор какой у нас будет? Глядите, у нас вот импульс, мы же против стрелки двигаемся, да? Здесь вот импульс P плюс K здесь будет, да. P плюс K. Угу. Да, совершенно верно. Ну, еще нужно... Вот это вот E. Минус I, E0, да, минус I, E0. Это написали с гаммой, и камью здесь еще торчал. Камью куда-нибудь тоже нужно написать. Ну, наружу. Ну, можете вот сюда, да. Камью. Да, вот так вот. Вот это самый нетривиальный момент здесь. Вот это понятно? Как они собрались? Вот когда вы втыкаете... Втыкаете внутрь, да, у вас собирается прямо поправка гамма. То есть все поправки гамма. Однопетлевая, двухпетлевая и так далее, да. Когда вы втыкаете ваш фотон по точкам вставки, втыкаете вот в эту линию, у вас возникает просто борновская гамма, а слева и справа у вас куски остаются от вот этого S и от вот этого S. Значит, если вы по всем просуммируете, получите полные слева и справа. Я не знаю, как это словами так хорошо выразить. Ну, вам понятно, как этот ряд просуммировался здесь? Или не совсем? Реакция какая-нибудь? Да, нет. То есть более-менее понятно, да, что это так будет? Окей. Значит, если непонятно, то мы еще раз в этом убедимся, когда будем доказывать это точество на однопетлевом уровне. То есть вот на петлевом уровне просто еще раз посмотрим, как вот это все вместе собирается, да. А сейчас поглядим, что из этого следует. Ну, давайте напишем. Значит, это у нас равно вот чему. Вот так, отлично. Ну, стандартно что делают? Вот это у нас матрицы, поэтому слева домножают на S минус первая от P плюс K, а справа домножают на S минус первая от P. Тогда у нас на E0 сокращаем сразу. Тогда это сократится, да, останется гамма-мю. А здесь мы, смотрите, слева умножили на S минус первая от P плюс K, а справа на S минус первая от P. И оно съело вот это, да? Мы домножили слева на S минус первая от P плюс K, а справа на S минус первая от P. Значит, что останется? От первого слагаемого что останется? S минус первая от P плюс K, так и пишем. S минус первая от P плюс K. А от вот этого кто останется? S минус первая от P плюс K. О, отлично! Вот такое соотношение получили, да? Теперь что делают? Это тождество, правильно? Это же тождество орда. Тождественное выражение. Тождество можем продифференцировать. Можем теперь взять и продифференцировать по D к амю, а потом устремить как к нулю. Можем взять это тождество, продифференцировать по к амю и устремить как к нулю. Вот если я дифференцирую по внутреннему аргументу, а потом устремляю как к нулю, то вклад будет какой? Нулевой, потому что K снаружи стоит, да? То есть слева останется вклад только когда я... Да, да, да. Вот и пишем его. И K у нас к нулю устремляется. Значит, будет P, P. Да, отлично. А справа мы дифференцируем только вот это слагаемое, правильно? Потому что оно только от K зависит. Мы его дифференцируем, а потом полагаем K равняется нулю. Значит, это что такое будет? D по D. Можно просто по этому аргументу написать. D по D, P, да? D по D, P со шляпой. D по D, P, M, пардон. D по D, P, не по D, со шляпой. Мы же по K, M, дифференцируем, а не по матрице. Да, D по D, P, M, а здесь стоит S минус первое от P плюс K, да? Нам не важно, почему дифференцировать по K, M, или по P, M, правильно? Потому что они через сумму сюда входят. Вот. И K равняется нулю положили. K равняется нулю положили. То есть это у нас перешло во что? Давайте еще раз перепишем. На I все умножим. на U умножили, да? D по D, P, M, вот S минус первого от P. Да, такое следствие получили. Отлично. А что такое вот эти объекты? Мы с вами знаем на самом деле, да? Знаем. А что мы с вами знаем? Вот я здесь вот не совсем аккуратно, кстати, написал. Вот когда я пишу, я еще раз подчеркиваю, вот эти импульсы, они не обязательно на массовой поверхности расположены. Да? Не обязательно. Вот константу перенормировки определяют, когда вы их полагаете на массовой поверхности. То есть здесь я должен поставить запятую и сказать, что P квадрат равен M квадрат. То есть вот в КЭДе, в КЭДе константы перенормировки вы можете определять на массовой поверхности. Вот, к сожалению, вот в КХД, на следующем семестре будем смотреть, там это дело не так, потому что там нет никакой у вас массовой поверхности для кварков и глионов. В смысле, что это ненаблюдаемые величины. То есть теперь у нас есть пока общее вот такое соотношение, да? Здесь P пока произвольное. А теперь давайте возьмем это P. Мы каким хотим, таким его и берем, да? Давайте его положим на массовую поверхность. То есть делаем таким, что P квадрат равен M квадрат. Тогда левая часть у вас, левая часть куда переходит? Ну, пишите Z минус первая. На гамма-мю. А правая часть куда у нас переходит? Давайте посмотрим. Вот наш пропагатор вблизи массовой поверхности, да? Нужно взять обратную величину от него. Взять обратную величину и продифференцировать еще, правильно? Мы его продифференцировать должны. Ну, напишите, просто напишите, что такое вот здесь вот. S минус первая от P. Это можно вот здесь уделить. Да, вот так. То есть мы берем вот это вращение, дифференцируем его по P-мю. Да, что у нас остается? А от P со шляпой? Гамма-мю остается, да. И сократилось, да? И сократилось. Да. Получили вот такое соотношение, правильно? Такое соотношение. Тождественно. То есть мы воспользовались условиями перенормировки фактически. То есть вот вблизи массовой поверхности у нас этот пропагатор так устроен, да? А тут вершинная функция устроена так, что это Z минус первая на гамма-мю. Отсюда получаем, что Z1 равно Z2, да? Вот такое формальное рассуждение. Оно у вас было на лекциях, да? Вот из этого формального рассуждения мы получили, что Z1 равно Z2, да? Теперь давайте сделаем следующее. Замечание маленькое. Вот это тождество, вот это соотношение, его называют иногда дифференциальным тождеством Ворда. Вот это общее тождество Ворда, а это дифференциальное тождество Ворда. Конкретное название для него есть. Вот из дифференциального тождества Ворда мы получили, что Z1 равняется Z2, да? Вот давайте теперь попробуем вот это самое тождество, которым мы воспользовались, просто явно в нем убедиться. Для этого здесь все сейчас я сотру. Здесь все стираем, тождество Ворда. Стираем. И давайте с самого начала, вот идем вот в первую же строчку и попробуем в нем убедиться в том, что действительно вот это равенство имеет место быть, да? Ну самое простое, давайте в нем убедимся сначала на Борновском уровне. На Борновском уровне вся вот эта блямда, это что такое? Вот эта диаграмма, это что такое? Вот эта диаграмма, это что? Вот у нас есть вот такая диаграмма, с которой мы стартуем, да? P, это что такое есть? Это точный пропагатор, а на Борновском уровне это просто свободный пропагатор, да? То есть это здесь I делить на P минус M, да? Ну вот и пишем, что у нас здесь стоит. То есть есть вот одна такая диаграмма, да? Ну, где подальше там пишите. Сколько точек вставки у вас есть? С какими способами можно вставить один фотон сюда? А? Одним. Вот сюда вот его втихнуть и все. Да? Раз и все. Ну вот и пишем вклад вот этой диаграммы сразу. То есть пишем вот эту левую часть. Камью умножить на вклад такой диаграммы. Как обычно, двигаемся против стрелки, да? У меня сначала один пропагатор, потом вершина, потом тот же самый пропагатор, да? Пропагатор написали, теперь вершина с минусом, там минус I, ну, сюда включу, пишите. Угу, это из вершины, да? И второй пропагатор. Будьте здоровы. Только здесь уже надо быть аккуратным. Почему? Потому что если у нас сюда втекает импульс K, то здесь течет P плюс K. И здесь течет P плюс K. То есть в первом пропагаторе у меня течет импульс P плюс K. Угу. Ну, отлично. Ну, гамма-мю на камью, это что такое? Это K со шляпой. Ну, давайте перепишем. И на минус, и единичку дает, да? А эту и оставляем на месте. Нет, K со шляпой нужно внутрь писать. Это же матрица, правильно? То есть ее нельзя перетаскивать наружу. Вот так получилось. А дальше применяют стандартный трюк. И этот трюк, ну, это даже никакой не трюк, а некая тривиальность. Она лежит в основе доказательства и общего тождества ворота. То есть в каждой точке вставки вы применяете этот трюк. Трюк состоит в следующем. Глядите. Слева пропагатор, справа пропагатор. А посередине K, да? Как K можно записать? Можно записать как P плюс K плюс M, да? Минус, а, минус M, пардон. Минус P минус M. Тождественно, правильно? Тождественно. Тогда вот этот пропагатор можно сократить с левым, а это можно сократить с правым, правильно? А что у нас останется? Вот это подставляете внутрь, а теперь делите на вот эту дробь. Если вы поделите, останется... Нет, просто я думал, это сумма. Ну, сумма, да. Ну, подчлена, правильно. Вот если подчлена вы делите, то от первого слагаемого что останется? Ну, а, наоборот. Первый слагаемый. Давайте И, вот, будем вместе с пропагатором тащить. Будет, ага, И, И, сюда И, да, стоит. Не, ну, откуда здесь что-то будет-то? Вот вы, еще раз, берете, да, такая, делите, ну, да, осталось только это. То есть это первый кусок, да, отсюда, а второй кусок... Ну, а теперь обратно. Да, теперь сократилась другая часть. Понятно, да, как написали? Отлично, а теперь смотрим, вот это и это, это что такое? Это и есть наш Борновский вклад вот в эту радость, и Борновский вклад вот в эту радость, правильно? То есть вот мы продемонстрировали с вами на Борновском уровне, что это тождество, оно верно. Прямо вот это равенство показали, да? То есть то, что нам нужно было, самое главное равенство, мы его показали. Верно? Показали. Отлично. Давайте еще, чтобы вот эта вот тоже конструкция дошла как-нибудь до всех аккуратно, давайте покажем еще на однопетлевом уровне то же самое. Значит, на однопетлевом уровне у нас есть в нашем исходном пропагаторе... Давайте я вот здесь вот сотру. Вот у меня есть однопетлевой уровень вот этой штуки, да, П, и на однопетлевом уровне... Это есть что такое? Это есть пропагатор, дальше вот однопетлевая вставка вот эта, да, и снова пропагатор. То есть я беру вклад ВС на однопетлевом уровне, смотрю. То есть в данном случае это что такое будет? Это будет, если у меня здесь П течет, здесь П, это есть будет И делить на П минус М, да? Дальше вот эта вставка, мы ее называем минус И сигма, да? Так пишем минус И сигма от П, да? И вот этот пропагатор остался, рисуйте ее. Вот это есть наша однопетлевая, вот эта блямда, да? Окей, давайте рисовать левую часть. Что такое будет левая часть? Вот левая часть, мы должны взять вот эту блямду, вот ее диаграмму, и навесить разными способами фотоны. Ну вот давайте навешивать. Вот там вот, пишите аккуратно, какие диаграммы будут. То есть пишите, вот эта левая часть, сумма по камью от этой штуки равно, и диаграмма, которая будет. То есть у нас теперь уже будет три возможные вставки фотона, да? Ну вот мы эти вставки давайте аккуратно нарисуем. Куда мы можем их впихнуть? Можем сюда впихнуть, да? Ляр, вы чуть-чуть покрупнее рисуйте, потому что нам сюда импульсы нужно будет вставить, чтобы хотя бы их было видно. Да это подлиннее, да. Да, есть такая вставка. Все импульсы сразу проставьте. Значит у вас здесь было P, P плюс K, да? P плюс K. Здесь у нас тоже течет P плюс K в этом пропагаторе. Здесь P, а здесь кто? Поплюска. Здесь по плюс K рисунок поплюска. Да, это одна вставка. Дальше следующую пишите. Игрям. Б다리 подпишись, да хорошо весь вот тоже давайте с вами проставим импульсы вот у вас здесь вот скажем течет петлевой импульс l тогда здесь у вас кто потек p минус l минус l а здесь вот и минус l плюс к да отлично и здесь тоже здесь у вас под плюс к здесь поищу чудо отлично отлично теперь давайте сначала поймем что здесь такое записано да но как я это дело вот я беру например первую диаграмму смотрю вот здесь вот у меня целиком стоит вот весь этот блок пропагатор вставка пропагатор да это есть что такое это есть вот эта поправка s1 да то есть я могу написать вот для первой диаграммы написать что то есть поправка s1 от по плюс к по плюс к да дальше у меня идет вот эта вершина минус и е0 а здесь стоит нулевая поправка нулевая поправка к вершине гамма мю правильно это есть просто обычная гамма мю наш да а вот этот пропагатор который здесь остался это это как его можно назвать это есть нулевая поправка к с у правильно от отлично 2 2 2 диаграмма это что такое будет здесь у нас свободный пропагатор то есть свободный пропагатор здесь без ставки он стоит поэтому здесь будет с 0 до с 0 зато вот здесь вот у вас стоит вершина не нулевая первое правильно то есть первая поправка к вершине гамма вот ноликом я обозначаю борновский вклад единичкой 1 петлевой вклада и так далее в круглых скобках то есть вот это 1 петлевой вклад в точный пропагатор здесь борновские борновские пропагаторы стоят здесь наоборот борновский 1 петлевой борновский и 3 то здесь сначала получается почему нет сначала здесь борновский идет да вот этот кусок потом наша свободная вершина да то есть нулевой вклад зато здесь 1 петлевая поправка да здесь вот у вас вместе со вставкой же этот пропагатор он идет вместе с одной вставкой да вот чудненько вот все вместе вместе вот три все три члена этой суммы их можно записать каким образом смотрите записать что то есть с от п плюс к до минус и и 0 гамма мю от п штрих п только у нас не по штрих поэтому а кто ну пишите p плюс k у и да умножить на с от п и от всего вот этого выражения от всего вот это выражение мы берем 1 петлевой вклад правильно 1 петлевой вклад то есть если я вот здесь вот учел поправку то нигде здесь я уже не должен учитывать на 1 петлевом уровне и наоборот здесь и учел здесь не должен здесь здесь учел, здесь не должен учитывать. Понятно? То есть у нас возникло ровно то самое выражение, что мы записали в общем случае. Только мы это на петлевом уровне написали. На петлевом уровне это три таких куска, в каждом из которых два бордовских и один поправка. Это мы написали, просто написали, что такое здесь написано. А нам нужно убедиться в точке стиворда, что это можно вот так представить. Ну а давайте будем убеждаться. Давайте каждую из этих диаграмм, сейчас аккуратненько здесь как раз место у вас есть, и напишем, что здесь такое будет. Рисуем. И делись на P плюс K минус M. Дальше. Пошел вот этот блок. Мы его обозначали минус I, сигма от P плюс K. Минус минус I. Вот весь этот блок. Минус I, сигма и тот импульс, который в него втекает. Что в него втекает? П плюс K. Угу. Дальше у нас вот этот пропагатор, да, стоит. Дальше вот эта вершина с минусом, да, минус I, E, ноль. Ну, свернутая с K, это будет K со шляпой, правильно? Просто K со шляпой. Угу. И вот этот пропагатор. Да. Это наша первая диаграмма. Окей. Вторую диаграмму пишем. Плюс. Здесь чуть-чуть посложнее будет. Здесь просто петлевое это интегрирование. Ну, рисуем. И делить на P плюс K. Угу. Вот. Дальше нужно написать вот этот весь блок наш, в который вставлен фотон. Ну, давайте, как есть, так его пишем. Значит, у нас идет петлевое интегрирование, то есть интеграл по петле, да? Интеграл по петле. Там DDL, ну, как-то регуляризованный, скажем, размерностная регуляризация. Угу. Вот. Рисуем. Значит, что у нас здесь есть? Есть вот эта вершина против стрелки движемся. То есть гамма-альф минус IE минус IE0 гамма-альфа какая-то. Гамма-альфа. Дальше кто он? Вот этот импульс у нас какой? P. P-L-K. Да. И делись на... Напишите P плюс K минус L. П плюс K минус L. Угу. Минус L. Ага. Отлично. Дальше вот эта вершина свернутая с K-мю. Пошла. Минус IE0 и на K. K со шляпой. Отлично. И вот этот пропагатор. Здесь импульс P минус L. Дайте что-то. P минус L. Минус M. Ага. Дальше вот эта вершина. Минус I. И гамма-бета там ее как-нибудь. Ага. И фотонный пропагатор. D-альфа-бета от L. Ну просто его обозначь как-нибудь. D-альфа-бета. Он нам не нужен особо. Отель. Да. Вот. То есть так вот мы записали нашу вставку. Дальше есть еще что у нас здесь. Есть еще один пропагатор. Давайте эту вставку как-нибудь выделим. Вот не знаю, с скобочками такая. Нет, вот этот пропагатор, он не к вставке относится, он к внешней линии, да, относится? Угу. Так. Это мы написали вот этот вклад. Теперь пишем последний, он простой, да? Там, я думаю, все можно стереть уже. То есть P плюс K дальше пошла наша ряда. Нет, сначала у нас идет, здесь вершина же идет, ну, свернутая с K, то есть K со шляпой там, да, будет? Угу. Потом вот этот пропагатор, в нем потечет, да? Потом наша 1-петлевая вставка. И вот этот пропагатор, да? 1-петлевая вставка, у нее аргумент P, да. Угу. Во. Отлично. Вот так вот получили. Давайте внизу место освободим себе. Дальше, чтобы это упростить и, соответственно, вывести тоже из того орда, мы используем ровно тот же самый трюк, что и в Борновском случае. Ровно то же самое. Да, вот там, где у нас есть вставка, да, и 2 пропагатора, везде будем делать эту замену. Ну, давайте вот здесь вот прямо и перепишите. Ну, просто переписывайте внизу тогда каждый вклад, переписывайте с разбитым вот этим. Плюс К, здесь вот скобочкой открылись, и вот это разбиваем, да? Вы это вот здесь вот уже делали. Е0 можно наружу вынести везде. Кстати, Е0. А вы вот этот здесь уже сделали такое. Не, я не знаю. А, с знаком? А. И лучше вместе с пропагатором тащить. То есть будет И на... По И-М вроде, да? Угу. Да, с этой ставкой разобрались. Теперь с вот этой самой сложной. Ну, здесь вот как есть, так и есть. Здесь точно так же, да, разбиваем вот все вот это. И в чем отличие? У нас вместо, глядите, вместо П стоит П-Л. Остальное все то же самое, да? Угу. То есть сначала это, а потом... Да. Так. Ну, вот. Ну, вот. Отлично, мы почти все сделали Правильно? Просто использовали тот же самый трюк В каждой вставке использовали вот это соотношение Это соотношение Теперь внимательно смотрим на среднее слагаемое На вот это слагаемое Что здесь такое написано? Вот что такое вот этот интеграл? Что такое вот этот интеграл? Что? Вот давайте, чтобы это понять Напишите еще раз отдельно просто вклад Вот такой вот ампутированной диаграммы Вот сюда втекает какой-то импульс Q Здесь течет L Здесь, соответственно, Q-L Тогда это есть у нас что такое? Это есть минус и сигма от Q С одной стороны А с другой стороны это что такое? То есть прямо диаграмму пишем То есть это интеграл по D, D, L Против стрелки движемся Против стрелки движемся У нас сначала вершина идет Мы же против стрелки движемся Сначала идет вот эта вершина гамма-альфа Нет, здесь ампутированный То есть здесь как раз просто сигма То есть этих пропагаторов здесь нет Гамма-альфа, да, мы ее обозначим Гамма-бета И фотонный пропагатор еще стоит Ну можете его Мы его не писали в калибровку явно Просто D-альфа-бета От L, да То есть весь наш импульс Который втекает в эту сигму В однопетлевую, да Он сидит только здесь Больше нигде не сидит Здесь его больше нету Теперь глядим на то, что у нас С вами здесь вот получилось Выражение в квадратных скобках Это что такое? Вот это выражение Что это такое? Это есть разница двух таких? Да, совершенно верно Это есть E0 еще Умножить на разницу двух Однопетлевых вкладах в сигму Ну так и пишем внизу Вот подпишите Пишите, ради бога Вот мы его записали так В нем еще калибровка сидит какая-то То есть здесь у нас втек импульс какой? Нет Это или у нас петлевой импульс По L мы везде суммируем Да Здесь втек P Да Да, здесь P плюс K Отлично Домечательно Вот, теперь у нас получилось полное наше выражение такое И давайте на него внимательно смотреть и сокращать все лишнее Вот, например, вот такой вот вклад Вот от вот этого члена Где-нибудь еще есть? Чтобы было P плюс K знаменательный сигма от P плюс K Здесь было просто P Есть такой вклад? Вот где? Вот Вот Ну Да И вот это Видно, что он сокращается, правильно? То есть вот это сокращается Вот это сокращается С вот этим Да Так же вычеркнем Да Вот это с кем-нибудь сокращается Это, это и это Нет таких Нет таких, да Значит, в ответ можно писать в правую часть Как мы его напишем? Глядите внимательно Здесь стоит E0, да А здесь что такое? Пропагатор, вставка, пропагатор Это кто такой у нас? S Это есть, ну только со знаком Какой у нас знак? Минус, да Минус Это есть 1 петлевая И импульс его П плюс К П плюс К Окей Дальше смотрим Вот на эту скобку смотрим А вот это сократится, сокращайте То есть вот это сокращаем И вот это сокращается То есть вся средняя скобка сокращается А то, что останется, что у нас будет? Плюс Плюс у нас знак плюс здесь стоит Плюс А здесь все собралось В 1 петлевой вклад В точный пропагатор И от импульса Сравниваем с тем, что у нас в точности ворда Вот мы в точности получили Что у нас в правой части В 1 петлевом вкладе, правильно? Если мы берем от этого 1 петлевой вклад То будет ровно то, что мы с вами получили То есть мы с вами продемонстрировали На 1 петлевом уровне Что точность ворда выполнена, да? Ну и понятно, теперь понятно Как и в следующих порядках это будет происходить Все манипуляции те же самые будут Вот всегда левая часть будет собираться В S от P плюс K На вершинную функцию на S от P А правую часть можно вот такими преобразованиями Вставок можно свести К разности двух пропагаторов Так мы с вами доказали дифференциальное тождество ворда Спасибо, Эндар Вопросы есть по этому тождеству? И по тому, как мы делали? Чтобы завершить доказательство общего тождества Нужно еще посмотреть, что происходит Когда у вас есть какая-то фермионная петля И вы к этой фермионной петле Производите всевозможные вставки Всевозможные вставки Вот такой случай У нас здесь нигде фермионных петель не было, правильно? Была петля, но не фермионная С фермионной петлей отдельно нужно разобраться Но принцип точно такой же Каждую вставку разбиваем на две И они попарно сокращаются Попарно сокращаются между собой И остается только два вклада Исходный и сдвинутый вклад И после изменения порядка интегрирования У вас оба этих вклада просто сокращаются Либо можно сказать, что это сокращение из теоремы фари происходит Если у вас в амплитуде есть не нулевой такой вклад То с прицеплением одного фотона У вас вклад сократится из теоремы фари Чтобы посмотреть полное доказательство Тождества ворда, можете в песке не поглядеть Но принцип тот же самый То есть расписали вставку и сократили все лишнее По этой задаче есть вопросы? Давайте тогда немножко передохнем А потом Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова